Всем огромный-огромный привет! Сегодня мы с вами сделаем вкусные и привкусные сосиски в тесте. Кто уже давно на моем канале прекрасно знает, что как с таковым тестом я возиться просто не люблю. И я нашла для себя очень интересный рецепт сосисок в тесте. Тесто у нас будет жидкое и сосиски будут называться так самые корн доги. А почему корн доги? Потому что в состав теста будет входить еще кукурузная мука. Она вот такая желтенькая. Нам еще понадобится самая обычная мука, одно яйцо, совсем немного молока, примерно где-то 200 мл. Но я буду доливать и смотреть по консистенции теста. И здесь у меня полторы столовых ложки сахара, щепотка соли и полторы чайные ложки разрыхлителя. Сами сосиски вот такие. Берите сосиски вкусные. Вкус блюда зависит от вкусноты ваших сосисок. Она у меня была целая. Я ее разрезала пополам. Ее нужно будет насадить вот так на шпажку. Но я вам все покажу. Шпажки у меня тоже были длинные. Но чтобы они у меня уместились в кастрюльку, я их немножко подрезала. Давайте начинать вначале делать тесто. Делается оно очень-очень легко. И вам даже не нужно будет пачкать руки. Это самое для меня главное. Так что, кто не любит тоже возиться с тестом, пачкать руки, пачкать кухню мукой, то делайте корондоги вместе со мной. Давайте будем делать тесто. Тесто делается очень легко. Нам нужно взять кукурузную и обычную муку. Один к одному. Смотрите, по вашему количеству, сколько вы съедите сосисок. Можете взять 200 грамм муки. Можете взять 300 грамм муки. Значит, берете 300 грамм муки обычной, 300 грамм муки кукурузной. Смешиваю два вида муки. Для меня жидкое тесто самое-самое практичное. Добавляю сюда сахар, разрыхлитель и щепотку соли. Тоже все перемешиваю. Тесто делается очень-очень быстро. Поэтому, пока вы делаете тесто, то включите уже кастрюльку с маслом, чтобы она потихонечку нагревалась. Только не давайте маслу закипеть. Оно должно быть горячим, но ни в коем случае не кипеть. Размешали наши сухие ингредиенты. Теперь мы сюда добавляем одно яйцо. Тоже смотрите, если вы берете... У меня 100 грамм муки. Если вы берете 200, то добавьте 2 яйца. Так. Разбиваем одно яйцо. Безумно мне хочется сосиски в тесте, но очень не хочется с ними возиться. И корм-доги, это как вариант, если вам не хочется возиться с тестом. И вливаем сюда молоко. Тесто должно получиться довольно так густое. Практически как кляр. Поэтому молоко буду вливать. У меня 200 миллилитров молока. Не сразу все. Буду замешивать тесто и постепенно вливать молоко. Покажу вам, какое по густоте должно получиться тесто. Вот это еще густое. Обязательно доливаем еще молока. Ой, пахнет кукурузной мукой. Очень-очень вкусно. И замешиваем тесто. Можно даже еще долить молока. На мое тесто ушло 200 миллилитров молока. Вот такое оно по густоте должно получиться. И не густое, и не жидкое. Такой красивый желтый цвет. Отставляем тесто в сторону. Сейчас нам нужно насадить сосиски на шпажки. Вот так. И обвалять каждую сосиску в муке. Так наш кляр лучше пристанет к сосиске. Вот так обваливаем каждую сосиску в муке. И откладываю на тарелку. То же самое делаю с каждой сосиской. Ну и вот так я обваляла все сосиски в муке. Теперь нам надо с вами для удобства перелить наше с вами тесто в какую-нибудь емкость высокую. У меня это будет вот такая банка. Я переливаю сюда тесто. Приготовьте обязательно тарелочку с полотенцем бумажным, куда будете класть сосиски. Теперь мы окунаем нашу сосиску в тесто. Вот так. Даем тесту немножко стечь. И отправляем нашу сосиску в разогретое масло. И кладем нашу сосиску в разогретое масло. Вот так. Не забываем тоже переворачивать. И делаем вторую сосиску. Как только сосиски приготовились, выкладываем их на тарелку, на салфетку. Ну и вот такие безумно вкусные сосиски в тесте у нас получились. Они получаются очень-очень мягкие. Тесто получается очень-очень вкусное. Можно подать с горчицей или с любым соусом. Вот такая красота у нас получилась. Ваши гости, друзья и родственники будут безумно-безумно рады. Посмотрите, какая красота. Кушать их нужно горячими. Сейчас я вам покажу, что внутри у такой сосиски. Так. Сейчас мы с вами обязательно ее... У меня такая сосиска. Сейчас мы ее разрежем. И я вам покажу. Тесто получается очень-очень мягкое. Вот так. И вот такое тесто и сосиска получаются внутри. Вот такая красота. Можно макать в соус. И кушать. Всем огромное спасибо, что были со мной на моей кухне. Спасибо всем, что вы меня вдохновляете на более новые вкусные блюда. Попробуйте сделать такие корн-доги, и вы никогда об этом не пожалеете. Делаются очень легко, просто. Буквально за несколько минут. Всем огромное-огромное спасибо. И до свидания. Увидимся снова.